Печка газа в Насуркорте и последовавший за этим мощный хлопок принес убыток не только семи Абадиевых, но и другим абонентам «Газпрома». Около 400 человек одновременно остались без голубого топлива. Столь резонансный случай стал поводом для демонтажа старого газопровода, который был признан несоответствующим правилам безопасной эксплуатации еще 10 лет назад. Чтобы эти работы были проведены качественно и в указанный срок, глава республики взял ситуацию под личный контроль. Где служба безопасности, где прокуратура, где органы правопорядка, кто эту работу должен был делать? Это раз. И второе, вы находитесь в должности сколько уже? Полгода. За полгода это можно было разобраться? Тем более мы по этому ветхому газопроводу уже сколько раз там, сами говорите, сколько там уже утечек было. Почему за полгода там вопрос не поднят, не проведено расследование? Где подрядчики, кто это делал, чья-то работа была, почему люди не подключены? Вы во сколько начинаете работать? Лично я, 8 утра, 7. Вот, теперь у нас светать начинает такое, 4. Ты что, 4 уже солнца светит, Алихан. 4 солнца нет. Давайте так, определяйте так. Вот, бригаду найдите, и здесь надо всех мобилизовать. Пермозаместитель председателя правительства Бекхану Аздуеву, глава Ингушетии, поручил проследить за ходом работы и оказать всю необходимую помощь на месте. Выехав в очередное разное место, комиссия увиденным осталась довольна. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, рабочие трудятся не покладая рук. Всем службам была поставлена задача оказывать газовикам всемирную помощь. Вы это видели, потому что и Ростелеком здесь находился, и энергетики здесь находились, и водоканал здесь сразу же приходил вам на помощь. Поэтому считаю, что газовики выполнили поставленную задачу опережением, работа выполнена на хорошем уровне, не жалея ни сил, ни времени. Отчаянные времена требуют отчаянных мер, или как вмешательство зампреда правительства отразилось на сроках выполнения демонтажных работ. Чтобы пустить голубое топливо по трубам в дома жителей и уложиться в установленный срок, газовикам приходится работать даже под дождем, точнее под брезентом. Подсоединения производились, большинство сварочной работы производились со скрытием газопровода. И мы выводили отводы для нового газопровода, от нового газопровода шкафникам, которые подают населению газ. Новый газопровод здесь проложили в 2010 году, поэтому работа инженеров была значительно упрощена. И хотя подача газа планировалась до 22 мая, сделать это удалось намного раньше. Помощник, советник главы Ингушетии и зампред правительства лично проверяют, поступают ли газ в дома местных жителей. Буквально за пару дней рабочие сумели запустить основную линию нового газопровода. Несмотря на масштабы проводимых работ, полностью возобновить подачу газа в дома местных жителей удалось на седьмой день после ЧП. Хотел бы от имени правительства извиниться перед нашими жителями, что так получилось. Но мы впредь и сейчас больше не допустим такого ЧП, потому что для нас, и для правительства, и для руководства республики самый главный аргумент – это наши жители. Поэтому это у нас на самом первом месте. Первый этап по запуску нового газопровода только завершился на очереди Гамурзиева. В газовой службе решили ветхий газопровод протяженностью 4 километра заменить полностью. К этим работам инженерная группа приступит в ближайшие дни. Мадина Пугоева, Адам Далаков, Ахмед Парчиев, Новости 24.